Всем привет друзья, с вами снова Дэнни и сегодня я начинаю проходить игру под названием Blair Witch, что переводится как Ведьма из Блэр. И как ни странно игра является продолжением оригинального фильма. Я играю за полицейского, который расследует пропажу маленького мальчика. Примерно спустя два года после событий фильма. Ну что, поехали. Так, а это видимо тот самый мальчик. Или один из них. Я не понял. Ну а события фильма я попробую рассказать вам по ходу игры. Если кто-то не смотрел. Лайненс Геймс представляет. А это видимо тот самый коп, за которого я буду играть. И который будет искать этого парня. Видимо это тот самый лес. О, пёсель. Прикольно. События фильма разворачивались в лесу. Фильм рассказывает о трёх студентах, которые решили записать курсовую в виде документального фильма о Ведьме из Блэра. То есть проспрашивали... Удерживайте любую кнопку, чтобы пропустить. Нет, пропускать мы не будем. Они рассказывали о трёх студентах, которые попали в лес и заблудились в нём, пока искали ведьму. На протяжении всего фильма их преследовали какие-то странные звуки. Репортер. К местным новостям до сих пор не найдено никаких следов девятилетнего Питера Шеннона, пропавшего в субботу днём. Пропавший мальчик был одет в зелёную футболку и кепку балтиморских воронов. Зелёная футболка. Местные власти организовали поисковую операцию в лесу Блэк-Хиллз. На данный момент это последний случай в серии таинственных исчезновений, начавшихся в 1994 году, когда группа студентов ушла в лес возле бруксвеля и пропала без вести. Слишком много губов я встретил по дороге. Как раз о этих студентах и говорят нам. В общем, они заблудились и потерялись. Ну, это было очень атмосферно и, в принципе, это подавалось так, как будто это действительно документальный фильм. Если посмотреть историю фильма, прикольно, я уже могу управлять. Нажмите РБ, чтобы взять телефон. Окей. О, какой милый телефончик. Так, а отменить бы и перейти вверх-вниз? Ну, Б? Или я сбросил? Я сбросил? Чёрт. Сорян. Ну, там было написано, а, отменить, Б, подтвердить. Окей. Интересно, это тот самый лес? Я найду тот самый дом, в котором они заблудились. Точнее, в котором закончился фильм. На тот момент это был очень жуткий фильм. По крайней мере, в доме было страшно. Какая крутая у тебя подвеска. Так, а мы разве не отправимся сначала в город, поговорить с кем-то? Ну, если ты коп, ты должен как-то провести небольшое расследование. Или ты прям сразу хочешь найти парня? Интересно, а кто тебя нанял? Ну, имеется в виду, какое отношение к тебе имеет этот ребёнок? Ну что, Булет, поищем способ связаться с шерифом. Не успел прочитать. Так, ну что, ребята, 96-й год. Америка. Лес, в котором якобы есть ведьма из Блэр. Кажется, они нас не дождались. Надо догонять. И мы на входе в этот лес, я так понимаю. Блэк-хилл-стар-и-рис-ар-кинг. Эээ, ладно. Мои знания английского языка мне не помогут. Так, ну это, видимо, машина шерифа, да. И шериф даже тут. Так, Песель, а ты что лаешь? Чего ты хочешь? Эээ, что-то здесь? Давай посмотрим. Так, камнем прижата записка и фото. Нажмите РТ, чтобы взаимодействовать. Найдем этого мальчишку, хватит с него приключений. Прочитать РТ. Энтони, если ты перестал писаться от любого упоминания ведьмы и решил пойти с нами, загляни в багажник, там твоя рация. Также оставляю тебе фото ребенка, которого мы ищем. Когда будешь готов к нам присоединиться, вызови шерифа на канале 2. Грег. Окей, Грег, я, пожалуй, немножко осмотрюсь. Тут достаточно живописно, атмосфера, в принципе, пока уютная. Песель, да что ты лаешь? Сейчас-то ты кого увидел? Там никого нет. Все нормально? Прикольно, Песель это что-то интересное. Что-то не новенькое, но все равно в ужастиках у меня никто не... Да что такое, РТ? А, ну да. Что вообще по кнопкам, интересно? Прости, Антони, кто успел, тот и съел. Я свяжусь с Леннингом из леса. Окей, бы это отменить. Так, бы это присесть. А это у нас ничего, пока что XY не работает. О, это приближение, прикольно. Так, РТ, это у нас действие, правильно? ЛБРБ не работают, эти кнопки не работают. Стики ничего пока не работают. Так, ну что? Почему ты так далеко припарковался, балбес? Давайте осмотримся, что ли? Пока это не кажется таким уж страшным ужастиком. Может быть можно в какую-нибудь тачку залезть? А, Песель, ты чего-нибудь интересного увидишь? В тачке шерифа может что-то? О, я какую-то записку нашел. Так, подожди. Миссинг, миссинг. Пропавший ребенок. Везде говорят об этом пропавшем ребенке. Так, что у нас тут? У них есть на то причины, давай докажем им обратное, дружище. Леннинг, вам звонили в участок, что-то насчет пресс-конференции. Я пообещал передать сообщение. Под скриптом. Я слышал, что Элис заинтересовался поисками. Просто откажите ему. Я знаю, вас связывает прошлое, но считаю, он свое отслужил. Элис, я так полагаю, я. Чтобы посмотреть хранимые предметы, удерживайте РБ и выберите рюкзак. О, прикольно, фонарик есть. Так, а как его включить? А включить фонарик я пока не могу. Окей, значит мне надо зайти в рюкзак. Кожаный кошелек, собачий корм. Прикол. Мне еще собачку кормить надо будет. Так, кожаный кошелек. Собачий корм. Записка полицейского, фото Питера. А, то есть я могу это периодически пересматривать. Это записка. Кожаный кошелек. Что у нас тут интересного? Привет, Джесс, отлично выглядишь. И ни капли не постарела с тех пор. Видимо, это его подруга. А там что наверху? Предсказание. Что-то ценное было утрачено. Не бойся, я вижу шанс его вернуть. Но время твое на исходе. Ты должен действовать немедля. Иди вперед без страха, пока госпожа удача улыбается твоему храброму сердцу. Доверяй друзьям, они придут на помощь в самый нужный момент. Совет смотри под ноги. Счастливые числа 2 и 125. Сувенир из нашей поездки в Санта-Монику. Рука не поднялась его выбросить. Окей, у меня в кошелке тоже много всякой билиберды. Хотя я его уже давно не ношу с собой. Что я могу с собачьим кормом сделать? Позыркать на него? Прикол. Так, окей, здесь я осмотрелся, наверное. А как включить фонарик? Фонарик не работает. Зачем он тогда мне нужен? Так, Песель. Песель, ты где? Эй, ну окей, я выбрал его. Ну пока мне ничего не дают делать. Ладно, давайте посмотрим, как спрятать фонарик. Все, окей, я его спрятал. Давайте посмотрим, что еще у шерифа есть. Что там такое? Миссис Леннинг. Прекрасная женщина. Ах ты, пройдоха, у тебя уже есть девушка. Так, тачку шерифа мы изучили. Песель, я могу тебя покормить, что ли? Видимо, пока нет. Так, давайте не будем засиживаться, что ли, на этом месте прекрасном. Пока что мне все нравится. Здесь очень уютненько. Приколенько. Что у нас тут? Еще одна листовка. Возраст 9 лет. Полумужской. Метр тридцать. Тридцателин килограмм. Глаза из оливок. Был одет в зеленую футболку. Это надо запомнить. И кепку балтимирских воронов. Последний раз видели 15 сентября 96-го года. Так, окей. Я, в принципе, запомнил. Парень с кепкой с буквой Б наверху. Они неплохо подготовились. Ага, в итоге все оставили здесь. Так, а мы не будем же шастать по тому же лесу. В те же места. Речка. Что там было? Помню, в фильме была речка, по которой они перебирались, потом в итоге вернулись на то же самое место. Так, по-моему, Песель что-то увидел. Еще одно фото. Что у нас тут? Фото? Что за чертовщина? Аркадиус? Где номер телефона? Не вижу. В смысле? Друг, тут нет номера телефона. Ну, я бы позвонил, если бы он был. Прикольно. А что, если позвонить по номеру пропавшего мальчика? Ну, так, ради прикола. Ну, у меня же есть мобильник. По идее... Так, меню сообщения прикол. Вот это мобила. Ага, а это принять? Джесс, надо перезвонить ей. А то я как-то не взял некрасиво. Время половина восьмого утра. Линия занята. Окей, Джесс не хочет мне звонить. Пиццерия, доктор, ветеринарка. Прикольно. А можно шерифу позвонить? Алло? Шериф? Набранный номер временно недоступен. Пожалуйста, перезвоните позже. Все понятно. Похоже, со связью тут проблемы. А что интересного еще есть в мобилке? Ну-ка, верни мне ее. Так, сообщение. Пиццерия. Акция. Акция это неинтересно. Ветеринар, конечно, заезжайте ко мне в офис. Я покажу, как это делать. О чем вы? Это частая проблема какая-то. Какие-то капсулы надо давать собаке. Я только что видел странное видео. Там была женщина с пустыми глазницами. Она стояла в спальне. Я кое-что заметил. Это была твоя спальня? Ночью она заберет твои глаза. Если хочешь вышить, перешли это сообщение пяти людям. А, понятно. Это просто прикол. Окей, доктор, шерифт. Ты можешь приехать в участок. Это он мне отправил, видимо, перед событиями. Так, опять доктор Джесс. Мне надо об этом подумать. Он вышел... Что? Он вышел из больницы просто, чтобы ты знал. Интересно, а ком они... Окей, сообщение мы посмотрели. Что по контактам? Автоответчик. Алло. Новых сообщений нет. Окей, это значит мой автоответчик, на который могут позвонить. Верни телефон. Так, Джесс, мы звонили. Аллан, Эшли, доктор, пиццерия, кит. Ой, сколько у тебя людей-то много, слушай. Ну, давай не будем их всех прозванивать. Игры. Прикол, кобра. Мастер, давай-ка посмотрим. Ух ты, прикол. Можно поиграть в коброчку. Нет, долго я играть, конечно же, не буду. А, в смысле... А, я не могу себя схавать, что ли? Блин, давай быстрее. Блин, там можно было просто нажать на B. Ну-ка, что у нас за шутер? А, это та самая игрушка, прикольно. Бам. Не, не попал. Попал. Отлично. Ладно, все, наигрался. Давай посмотрим дальше. Настройки. Тема. Леди, кот, самолет. Пускай будет леди, рингтон. А он будет пиликать? Циклоп, пятая симфония, сон, звезды. Ну, видимо, он не хочет пиликать яркость. Прикольно, можно яркость менять. А, давайте-ка поменяем пока на минимум. Чтобы не садилась батарейка. Так, ну, больше ничего интересного здесь нет. Вообще, я хотел позвонить по номеру, который здесь в листовке. Но, видимо, мне не удастся этого сделать. Так, что-то я засиделся на этом месте. Мне надо, видимо, по рации связаться с копами и присоединиться к ним. Так, мы, видимо, где-то здесь. Кофеек. И чего ты можешь с этим сделать? Ну, это кофе шерифа. Чего? Ты что-то там нашел? Сейчас, погоди, песель. Посмотрим рапорт. Это, видимо, рапорт. Прочесть. Офицер принял заявление о пропаже Питера от его матери. Окей. Предварительное расследование установил. Последний раз Питера видели по дороге к дому его друга. Так, так, так. Так, Питер уже предпринимал попытки сбежать. Свидетели момента исчезновения не найдены. Первичные поиски не дали результатов. Было решено организовать поисковую операцию в лесу Блэк Хиллз, где был мальчик найден во время одного из прошлых побегов. Главой операции назначен шериф. Подпись Оливер. Следователь. Окей, ну хоть пончик схапай. Готов на все сто. Вперед в лес. Подожди, меня песель что-то окрикает. Он, видимо, что-то нашел. Где он вообще? А, бутылка? Ну, давай возьмем. Может, это не... Так просто не оставим, мальчик? Окей. И что мне с этим делать? Ну, я же ничего не могу с этим делать. Только крутить. Ты, видимо, ее просто отдал мне. Ну, ладно. Давай посмотрим, что у нас на карте. Похоже, они собрались прочесать весь лес. Серьезно? Йон Климс Спенсер Рокс. Ричмонд Лопес. А, это, видимо, перечисление людей, которые куда-то идут. И где, в общем, мы, непонятно. Так, ну ладно, ребята. Здесь я уже достаточно много времени провел. Интересно, что они оставили все тачки здесь открытыми. Так вот, спокойно. Куриво. Кто-то здесь сидел, курил. И, наверное, мы пойдем в лес. Да, песель? Давай-ка посмотрим, что здесь интересного. No Bikes. Окей. А это что такое? Фигурка какая-то. Что это? Ну, ладно. Ты ее себе взял. Ну, окей. Наверное, прежде чем погрузиться в лес, мне надо связаться с этими ребятами. Попробовать, по крайней мере. Давайте. Свяжемся. Вызов. Не сейчас я свяжусь с ними, когда зайду в лес. Ну, как скажешь, друг. Пойдем. Лес-лесок. Какой он реалистичный. Прикольненько. Так, ну пока будем двигаться вдоль дороги. Да, песель? Ты же со мной? Какая тревожная музыка. Будь здоров, козел. Какая-то тревожная музыка заиграла. Окей. Вперед, буллет. Найдем малыша. Надеюсь, ты будешь со мной до самого конца и не будешь больше чихать, падла. А, в смысле? Чего? Эй, камеру верните. Мне кажется, я провел слишком много времени, изучая обстановку в начале игры. Но я не хочу сразу погружаться в такой ужас. О, крестик. А нет, это пятизвездный крест, который был в фильме. Прикольно. Та-та-та-дам. Блэр-вич. Ведьма из Блэр. Так, ну пока все более-менее симпатично. Красивенький лес. Желтенький. Ух ты. Кстати, очень напоминает лес из фильма. Там тоже была какая-то красноватая-желтая трава. Типа осень? Наверное. А, ну, фильм достаточно прикольный. Нет смысла больше ждать. Давай поговорим с Леннингом. Окей. Фильм вообще выставили так, как будто... Так, это вторая частота? Да, второй канал. Элис Базе, меня слышно? Элис? Ты что тут делаешь? Присоединяйся к поискам. Элис, если ты считаешь, что обязан быть здесь, это не так. Так, я понимаю, что это его брат и все такое. Чей брат? Сэр, я хочу помочь. Вот и все. Со мной болит. Если он возьмет след, то выведет нас прямо к мальчику. Тут ты прав, думаешь, справишься? Твое здоровье не станет помехой. Интересно, что с его здоровьем. Видимо, он кинолог. Сэр, я не облажаюсь, не в этот раз. И, видимо, его отстранили немного от дел. Раз так, ладно, тогда держись позади и проверяй, чтобы мы ничего не упустили. А, я могу ходить. Вас понял. Конец связи. Так, по этим... Пора браться за работу. По этим ленточкам я, в принципе, легко могу ориентироваться, куда они пошли. В общем-то, фильм обставили так, как будто они действительно нашли эту кассету. И это был не фильм, а действительно записи каких-то ребят, которые пропали. На тот момент это было достаточно интересно. Свежо. Мне показалось, или там кто-то бегает? Не, наверное, я уже сам себе нагнетаю. В принципе, здесь, ну, очень даже уютно. Красиво. Интересно. Интересно, я по тому же маршруту иду, как и ребята из фильма. Наверное, нет. Но, наверное, я что-то встречу. Из того фильма. Пока здесь достаточно круто. Мне нравится. Эй, пёсель. Нажмите ЛБ, чтобы позвать Буллета. Ко мне, мальчик. По-моему, он что-то там нашёл. Эээ... Это Буллет, ваш пёс и лучший друг. Прислушивайтесь к его лаю и следите за движением. Он первым предупредит вас об опасности. Но вы должны помочь ему справиться с ней. Помните, то, как вы с ним обращаетесь, может повлиять на его поведение позднее. Не отходите далеко. Долгое одиночество может повлиять на ваше психологическое состояние. Далее. Если вы потеряли Буллета, нажмите ЛБ, чтобы подозвать его. Когда он рядом, нажмите и держите ЛБ, чтобы включить колесо команд. Окей, я вас понял. А удерживайте ЛБ и нажмите искать. Блин, а пока ничего больше не могу сделать. Ищи. Давай, малыш, осмотреть. Давай, друг, веди. Я же говорю, он что-то нашел. Блин, прикольно, здесь можно идти как бы типа куда угодно. Ну, я вижу ограничения карты, но все равно оно так смотрится прикольно. Как будто здесь везде свобода действия. Что там? Бутылка и... Ну, мы ищем Питера, а не поисковый отряд. Что там, еще что-то? Так, ну-ка, ищи. Искать. Может быть, что-то еще найдешь? Пойсковая группа 1. Мы идем в обход. Спенсеру, кажется, он что-то видел. Наверное, просто енот, но... Говорю тебе, это не енот. Окей, Спенсер что-то нашел. Да, конечно, значит, медведь. Но медведей мне не хватало, конечно. А... Чего там? Они здесь уже были. Шеф, осмотр моста закончен. Ничего. Так, ну, видимо, это просто переговоры. Ха, и странные колючки. Чтобы мне скучно не было. Ребят, вы же в курсе, что этот лист проклят, да? Если не вернуться до заката, можно вообще не вернуться. Тогда давайте найдем пацана и свалим отсюда. Хватит болтать, сосредоточьтесь на поисках. Так, ну здесь они были. А... Сообщение? А... Так. Отличная работа, говорит. Надеюсь, все в порядке. Позвони. Вот засада. Блин, не успел прочитать. Позвони, когда будет минутка. А вы знали, что во время войны за независимость тут жила одна ведьма? Она крала местных детей, высасывала их кровь и творила всякое. В конце концов, ее поймали и повесили на одном из этих деревьев. Этого не было в фильме. Ингрэм, ты хоть когда-нибудь затыкаешься? Проверь, Холм. Так, надо позвонить Джесс. Она попросила. Джесс? Вряд ли. О. Джесс, я получил твое сообщение. Извини, что не смог ответить сразу. Я был немного занят. А... Без дела не сидишь? Типа того. Слышала о пропавшем ребенке? Я участвую в поисках. Мне, наверное, сюда. Ничего себе. Ясно. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Да. Я тоже надеюсь. Так, ребята, давайте просто искать ребенка. Ну что, есть успехи в поисках? Пока немного, зато Булли счастлив, что мы наконец-то выбрались на природу. Еще бы. Ладно, удачи, позвони, если захочешь поговорить. Окей, Джесс. Видимо, она достаточно дружелюбна. К нему настроена. Так, что там за картиночка? Еще интересно, кто все эти люди? Что бы это значило? Причем нашел-то я это вообще случайно. И парень, можно с тобой поиграть? Искать рядом любимец. Ну-ка давай, любимец, нажмем. Кто хороший мальчик? Кто здесь хороший мальчик? Кто хороший песель? Ладно, этого не было. По сценарию это от себя, Тина. Блин, а можно ему дать похавать-то? Может быть, наконец-то можно? А собачий корм? Перекусить. Ну-ка. Давай. Грызи. Молодец. На. Хавай. Красавчик. Блин. Ну пока ничего страшного. Все достаточно мило. Ну-ка, может ты что-то найдешь? А... Ты куда? Э-э-э, сквозь деревья ходит. Это было страшно. Ладно, давай, ищи. Может быть, что-то ты найдешь? Блин, он опять сквозь деревья куда-то утопал. Ладно, пойдемте просто куда-нибудь побродим. Ничего не нашел? Приятель. Мы так долго будем искать, если ты ничего не найдешь. Так, ну мне кажется, надо идти куда-то туда. Блин, честно говоря, я уже заблудился. Из меня хреновый. Так, что там? Хреновый лесничий. Что там? Ну? 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 Че ты заметался? Ты там что-то увидел? Где? Что? А, что здесь? Следы босых ног. Какой-то отчаянный любитель природы. Так, куда они ведут? Может быть, мне станет понятно, если я найду, куда они ушли. Естественно, нифига не видно. Так, дружище, мы пока бесцельно бродим по этой местности. Нам надо что-то искать. Нам надо искать, видимо, следы мальчика, либо поисковую группу, хотя бы одной из них. Ты со мной? Да, он за мной идет. Если что-то увидишь, тяпкой. Здесь вроде пока ничего такого. Здесь вообще проход закрыт. Так, мне кажется, я пошел не в ту сторону. Все-таки мне надо идти в ту сторону. Так, песель. Ну что там интересного? Так, что-то ты там нашел, видимо, да? Ага, что здесь? Что это? Возможно, это улика в каком-то деле, но не в нашем. Это рог оленя? Ну и ладно, пускай он здесь валяется. Ты что-то там дальше нашел? Эй, песель, давай, искать, ко мне. Ко мне и... Давай, ты рядом? Да, ищи. И? Ты что-нибудь нашел? Куда ты так понесся? Буллет? Нет, здесь ничего интересного. Так, дружище, мне кажется, я хожу кругами. Здесь ничего интересного нет. Они здесь уже были. Ну, я как бы прочесал уже всю местность, мне кажется, здесь. Эээ, чего? Чего-то есть? А ну? Ну, здесь просто кто-то отдыхал. Правильно? На первый взгляд, никакой связи с нашим делом. Впрочем, как знать? Нет, здесь ничего интересного, Буллет. Пойдем искать дальше. Мне почему-то кажется, что нам в ту сторону. Давай посмотрим. Чего? Там кто-то шоркается. Кто там? Там, наверное, енот. Да? Кто здесь? Да кто здесь? Выходи! Буллет, ты видишь кого-нибудь? Я нифига не вижу в этом кусте. Эй, Пёссель, давай вытаскивай его. Чего там? И почему я не удивляюсь, что ты это приволок? Что это вообще за фигня? Носок или что? Это шапка? Ну, пускай будет. Да кто там шоркается? Наверное, какая-то зверюшка. Но я пока просто бездельно брожу по лесу. Не знаю зачем. Не знаю, что я ищу. Что там? Ты что-то нашел? Бутылка. Действительно. Нет, это сигареты. Сомневаюсь, что это связано с делом. Может попробовать связаться с ними? Меня кто-нибудь слышит? Ну что, ночь в лесу? Как старые добрые времена, да? Что, студенты? Надеюсь, что нет. Тогда у нас было вдвое больше народу. И грёбаный вертолёт. А, они говорят о студентах? И мы всё равно не нашли их стоянку. В этот раз всё будет по-другому. Да, надеюсь, вы правы, когда нет связи. А, значит, они были причастны к делу о расследовании студентов? Прикольно. Точнее, может быть, они и расследовали как раз? Были в поисковом отряде? Блин, я, честно говоря, не понимаю вообще, что я здесь ищу. И куда мне идти вообще? Нет, говорит, не сюда. Окей. Ты что-то нашел? Или ты дразнишься с вороной? Мне кажется, только пёселю здесь весело. Я пока не понимаю, где искать этого парня. Ну, бродишь ты здесь на входе. И чего? Ничего интересного же нету. Так, ты опять что-то нашел? А ну, веди. Ты? Нифига у тебя нюхо. Куда это ты меня тянешь? Надеюсь, ты хочешь показать мне дорогу. И? Что это? Чего? Где? Я не понимаю. А, кофе? Мир, это тебе не мусорный бак. Реально кто-то кофе пил? Блин, пёсель. Ты мне лучше дорогу покажи. Зачем мы почем зря бродим здесь по этому болоту? По этому лесу, точнее. Чего? Где? И что у нас тут? Болит, а порт? Чего, я какой-то вход нашел? Нет, я-то не могу туда пробраться. Он, наверное, опять банку кафу не достал. Что это ты нашел? Кепку? А, какой ты красавец. Это же кепка того парня. Брось, малыш. Малыш, сейчас не время. Блин, это же та бейсболка, слушай. Окей, надо связаться. Это болтиморские вороны. Это кепка Питера. Хороший мальчик. Надо поторопиться. Можешь взять след? А, ЛБ, чтобы показать предмет буллету. Нюхать. Вот, малыш, посмотрим, что ты сможешь найти. Молодец, иди по следу. Элис Баззи, я нашел кепку Питера. Где пёсель? Элис, оставайся на месте. Мы придем к тебе и продолжим поиски оттуда. Окей, я только дойду до туда, ладно? До куда меня доведет пёсель? Не могу, буллет взял след. Я не стану ждать, пока он его потеряет. Буду докладывать походу. Конец связи. Так, значит, парень уже без кепки, но в зелёной футболке. Давай, пёсель, веди меня. Оу. Эй, буллет, остановись, стой! Ух ты! Это уже что-то интересненькое. Ты там не поранился? Полицай. Уф, проклятие. Надо найти буллета и выбраться наверх. Зачем? Вы же ищете... Пацанёнка. Просто найди буллета и ищите дальше. А чем тебе здесь-то не нравится? Буллет? Ты где? Пёсель! Ого. Ну да, высоковато ты был. Ну и не сильно-то упал. Эй, пёсель! Где этот пёс? А, ну, пойдём куда-нибудь. Пёсель! Пёсель, ты где? Где этот пёсель? Мне становится стрёмно. Пёсель! Ко мне! Ха-ха! Куда он подевался? Блин, если серьёзно, я... Ой, нет, только не сейчас. Видимо, у него панические атаки. Да? Вот этого мне не хватало. Собери, Селис. Ты уже далеко зашёл. Нельзя сдаваться. А, в смысле? Слышали? А, что это? Кирпичи? Успокойся, Элис. Всё в порядке. Это у тебя в голове. Да что с тобой? А? Флаг. Что вообще происходит с толп? А, чё? Чё происходит? Эй! Эй! Друг! Приди в себя! Мне стрёмно! Пёсель, пёсель! Пёсель рядом, давай! Приходи в себя! Флаг какой-то. Перо? Нет, это листик. Откуда здесь флаг-то был? Столб. Пёсель, привет! Да я тебя похвалю, что ли? Молодец, что нашёл. Нет. Здесь этого нет. И кто у нас тут такой? И здесь какая-то могила вылазит ко мне. Больше не бросай меня, малыш, ладно? Я просто не могу оставаться тут один. Долго. Что это, малыш? Ты что-то нашёл? Мы по-прежнему идём по следу Питера, хорошо. Давай, друг, веди. Окей. Видимо, мы куда-то поднимаемся наверх. Так, опять он меня ведёт в саму чищобу. Чего там? Ух ты. Здесь уже реально жутковато становится. Достаточно темно и мрачно. Звонок. А кто там? Джесс? Давай послушаем. Привет, Джесс. Элис, всё в порядке? Тебе плохо? Как она поняла? Нет, я... Всё в порядке, всё под контролем. А по голосу и не скажешь. Элис, может, тебе лучше... Я сказал, и всё нормально. Да, разумеется. Слушай, кажется, я что-то видел. Мне пора, потом перезвоню. Интересно, это его супруга или... Прости, говорит Джесс. Или просто подруга? Блин, ну, чаще достаточно такая реалистичная. Шутковатая, можно сказать. Чего? Веди, веди меня. Я иду прямо за тобой. Так, ну, надеюсь, мы найдём этого мальца. Игра на этом закончится. Или нет? Хотелось бы, чтобы закончилось, но... Меня постепенно погружают в этот ужастик. Речка. А это не та речка, которая была в фильме? Не, мне кажется, нет. Блин, капец, у тебя ж такие боты крутые. И ты так спокойно топаешь здесь. Хоть переоделся бы. Эй, пёсель. Ты никаких врагов здесь не видишь? Надеюсь, ты всегда со мной будешь. Блин, и камера. Тут же должна быть камера где-то. Чего там? О, палатка. Ого. Что это? Лагерь? Блин, какое жуткое дерево. Здесь есть кто-нибудь? Подъём наверх. Чего там? Что это? Камера? Окей. Потрёпанное, но, кажется, ещё работает. Кто-то просто камеру оставил. Там есть что-нибудь? Ну-ка, друг. Съёмки чего-то непонятного. С фонарём. Чего происходит-то? Элис, может, тебе нужно... Нет, я в порядке. Я разберусь, просто мне нужно чуть больше времени. Это Джесс? Элис, тебе нужна помощь. У меня могло получиться. Элис, я так больше не могу. Что? Что на этот раз? Я мало улыбался? Не говорил я тебя люблю целых пять сраных минут подряд? Господи, Элис, ты сам себя слышишь? Я себя отлично слышу. А ещё я вижу, как ты на меня смотришь. Как на крёбаного неудачника. Больного щенка, за которым нужен глаз да глаз. О, Элис. Откуда это, Элис? Элис, возьми себя в руки. Побудь мужчиной хоть раз. Вот оно. Вот же оно. Походу, у вас не всё ладно было в семье. Типа, отдаляется постоянно. Надеюсь, Элис, ты сможешь в конце концов себя простить. Я пыталась тебе помочь, но... Я просто больше не могу оставаться рядом. Ну и катись, убирайся, оставь меня в покое. Видимо, она ушла от него. Попутно будем следить за драмой, разворачиваемой между Джесс и... Этим парнем... По телеку звонок. Прикол. Носи. Название телека прикольное. Пистолет. Будь мужиком хоть раз. Эээ... Олень. Элис, ты получил моё сообщение? Вы хотели меня видеть, сэр? И не просто так, я хочу кое-то с кем тебя познакомить. Буллет, знакомься, это твой новый напарник. Ему тоже в жизни не досталось, совсем как тебе. Что, сэр, я не могу. У тебя есть какие-то более важные дела? Бери собаку, не выделывайся. Да, сэр. Так точно, сэр. Прикольно. Ему подогнали пёселя. Эээ... Это была Джесс? Или это была не Джесс? Я... я что, отключился? Малыш? Бой? Он сказал мальчик, а не малыш. Темно, хоть глаз выколи. Долго же я спал. А он держит эти РМБ, чтобы выбрать фонарик. Окей. О, ну наконец-то, у меня хотя бы фонарик есть в этой игре. А то в Outlast реально нифига не было видно. Офигеть. Ну он неплохо бьёт, так-то далековато. Что там, пёсель? Ты хочешь мне дать камеру? А... чего я вообще в лагере делал? Ну а на этом я, наверное, закончу первую серию. Не забудь поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующую. Ну и всем до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok